... Меня зовут Полина, я единственный представитель здесь, международного бизнеса, учусь в Бостоне. HALT International Business. Меня зовут Рома, я на международном маркетинге. Меня зовут Наташа, я тоже на международном маркетинге в Бостоне. Меня зовут Саша, я тоже на международном маркетинге в бостонском кампусе HALT. Ну, я изначально ставил себе цель научиться маркетингу, так или иначе, в той или иной степени. В принципе, финансовую часть я учился на экономике в Санкт-Петербурге. В принципе, относительно тоже неплохое знание, неплохие знания получил там, поэтому хотелось бы развиваться в другом русском. Как ты хочешь работать в Санкт-Петербурге? И мне мой карьер-адвайзер раз в неделю, наверное, два раза в неделю постоянно присылала различные какие-то брошюры на практики, стажировки в компаниях именно в США, или которые устраивают ротации по всему миру, в том числе и в России. То есть, если у тебя есть четкий какой-то план в голове хотя бы, то они помогают его существовать. Мне вот это очень нравится. Я со своей карьер-адвайзер прямо подружкой стала. У меня два варианта. Я ищу и интерншипы на лето, на три месяца, и ищу стажировки, которые длятся там 2-3-4 года. Если... Я уже подала, наверное, штурм на 20, не знаю, пока бы жду ответа, но пока, честно, непонятно. Очень много компаний присылают брошюры, в которых расписаны именно требования к кандидату, и там написано. US-person. Или не спонсируем визы. В анкетах онлайн нужно, если ты заполняешь, там ставишь галочку, где тебе нужно спонсорство от компании для визы, то всё, там сразу access denied, и всё, и не пройти дальше. Ну вот есть программа, вот я подавала на одну программу, она, именно вся стажировка будет базироваться в Хьюстоне. Там будут какие-то ротации на несколько недель в разные штаты, даже в Швейцарию там бизнес-школу, вот, но именно в логистике, только в Хьюстоне. Допустим, если я подаю на интернешнл маркетинг, то там у них программа один год в США, один год где-то в Европе. На стажировке, вот в большие крупные компании, если в России, там, я работала за, по нынешнему курсу, там, где-то 1200 долларов в месяц, то здесь я буду получать, получается, в четыре раза больше. Когда я первый раз увидела, я, не знаю, смотрела на него, на какой-то... Бога. Да, Бога науки, Бога преподавания, потому что из него, прям, не простесняясь, гадет, вот эта энергия. Я у всех так заводю, что все хотят участвовать, говорить, что-то делать. Он организовывает кучу мероприятий, именно по стартапам, OpenIdeo, еще какие-то, это именно в Стенахальте он проводит. Еще по Бостону он ездит, забыла тоже название программы, но вот, если Майк попадется, он супер. Будущим студентом, я имею в виду. Ну, он еще, помимо того, что он такой заводной, энергичный, он достаточно строгий, то есть это тоже всех контролирует, потому что он, например, ну, мне кажется, это классическая процедура, когда он выбрал жертву и там немного, ну, показал свои силы, свои принципы. То есть на его парах особенно не позеваешься, то есть надо слушать, и он все контролирует, и ему важно, чтобы ты, как бы, в диалог с ним ходил, он спрашивает рандомно, там, кого-то, должен всегда быть на стрёме. Иначе он очень... Обижается. Ну, не обижается, он очень может сидеть словами. Видит тебя. Сон, конечно. Ну, вот я знаю, что у нас там один парень отвлекся на телефон, что ли, во время какого-то видео, он так его, ну, лично его так на место поставил. Ну, то, что я не слышала, но говорят. Вот. А вот, кстати, Джефф, наш профессор, мне кажется, у него очень прикольный метод преподавания, потому что он начинает... Ну, он, понятное дело, у него такой он-скулский стиль, он немного занудно говорит. Но у него очень, ну, несмотря на то, что он зануд, его лекция достаточно насыщенная, он всегда приносит нам какие-то находки свои, вот, маркетинговые. Например, вчера он нам принес упаковку пива без пива, и он рассказывал, что это какая-то из Германии была компания, и наоборот, когда складываешь коробку, чтобы переработку бросить, там вместо QR-кода, шрифт-кода, как, что это было? Ну, короче, символичная башня для этого места, откуда это пиво. То есть он постоянно какие-то приносит нам свои журналы, он какие-то новости вырезает, все это, ну, нам тоже бабочки передает по рядам, какие-то книги, какие-то продукты, какие-то упаковки разные. Ну, то есть каждую пару, в зависимости от тем, он что-то обязательно приносит, что можно потрогать, посмотреть, там, и так далее. Он дает нам кучу идей, куда можно сходить, вот, как раз, и в места, где я отдыхаю, на всякие карьер-фэр, очень много он дает. Потом, потом, он заставляет каждую команду какую-то себе презентацию делать, каждую пару, ну, что-то рассказывать про что-то. Тоже интересно, потому что либо это ты, либо это кто-то из твоих друзей, ну, тоже какой-то интертейм. Я хотела очень поехать в Лондон, но, опять же, там сумасшедшие какие-то деньги на проживание, и из-за этого вот моя знакомая из Лондона, которая в Халт тоже учится, она хотела приехать в Бостон, и она не может никого найти, кто будет жить в ее квартире на это время, на этот модуль. Из-за этого она просто осталась и тут. Было бы классно, если, естественно, было бы общежитие у Халта. И тогда это было бы без проблем, вот в Ротат, устроить, я бы с удовольствием объездила, и два кампуса, там же можно менять. Ну, на самом деле, во-первых, у всех в разное время, у кого-то утром, у кого-то вечером. У нас у всех разные выходные дни еще посередине недели, потому что куча проектов, и нам не обязательно, ну, можно это делать самим. Поэтому очень редко пересекаемся, вот если только не договариваемся, потому что, ну, просторно комнаты, вот эти миссингрум их надо бронировать, из-за того, что все вот так организовано, часто, ну, что-то свободное есть, не можно позаниматься. Поэтому, да, во время сессии, во время сессии было невозможно найти свободную комнату, стульчик. Тут у каждого кто-то дома только готовится, я вот, например, не могу дома, я сюда хожу готовиться, символе нам идти тут 10 минут. Вот. Во-первых, мама, она сняла машину, и пока нас тут не было, ну, пока мы были в универе, она помогала там нам по дому, и мы все заранее купили, и потом заранее приехал Женя, ну, наш друг, и он там арендовал квартиру. Учеба раньше началась, и то есть до того, как все сюда привалили, учитывая то, что мы сами раньше приехали на недели-две, вот, заранее были квартиры, но уже ребята приехали, им было сложно найти, а вот попозже чуть-чуть. Прошел я квартир... пять, наверное, где-то. Первые две вообще никакие, ворота, они там буквально в подвале, наверное, были, тоже все без мебели. Ну, я изначально искал, в приоритете, что с мебелью что было в квартире. Ну, он когда убедился, что найти такой вариант почти невозможно, то снимать без мебели, ну, и арендовать, соответственно. Когда сюда приезжают студенты, нужно быть готовым к тому, что здесь абсолютно другой, именно другая концепция обучения. Self-study — это просто база, нужно очень много заниматься самому, очень много читать. Нужно будет подстраиваться под других людей, уметь как-то со всеми договариваться, находить какие-то компромиссии. В основном, все время мы работаем вот в этой команде. Каждый модуль у нас отдельная группа людей, с кем мы работаем. И, ну, конечно, вот, MIP, мне кажется, больше такое, как, такой теоретический курс у вас, да, много читать, что-то считать, математику. У нас все-таки все на креативности, на каждом измете нужно, да, нужно. И как-то все, так как сам все проделаешь, теория уже как-то откладывается, ну, логически все. Ну, не знаю, мне нравится маркетинг. Мне кажется, что даже имея, ну, менеджмент с уклоном маркетинга на бакалавре, мне все равно здесь все новое. У меня один предмет совпал, вот, приведение покупателей, и то здесь совершенно по-другому приведет. Я не могу сказать, что я приехала сюда и повторяю, ну, это все новое. И очень, как бы, все... Так, у меня такое ощущение есть, что вот на Балковрятие это была такая классика, а здесь все новое. Вот все, что я никогда бы сама не узнала, ну, да, так, во время учебы. Вот этот пиар, вот, как в социальных сетях продвигать, ну, свои товары. Ну, то есть, все суперсовременно, чисто американский стиль. Я, конечно же, при помощи агентства Academy Consulted было намного... Процесс был облегчен, и я не чувствовала себе какую-то очень большую ответственность за то, что я там что-то не учту, какие-то вопросы с визой. Возможно, для меня был очень серьезный именно этот вопрос. Учитывая геобилизическую ситуацию, я боялась, что будут какие-то проблемы с этим. Но, ну, Academy Consulted с этим очень мне помог, список документов был очень четкий, и все прошло без проблем каких-то. А студенты зависят только личное собеседование с рекрутером Халта, и там надо быть просто откровенным, честным. Чтобы иметь точные гарантии, что все были шансы использованы на поступление, конечно, лучше через агентство, где люди знают, как правильно написать, с кем связаться, как правильно это переделать, кому отправить. Мне кажется, что вот всякие большие университеты, типа Бостонского университета, там, Бостон колледж, наверное, лучше не рисковать и самому этим не заниматься. Потому что я четко знала, что я по времени все успеваю, по документам. Так мы написали диплом, но тем более я еще работала. Так что мне было намного проще.